Добрый день! Давно мы с вами не виделись, но наконец наш Володя приехал из своего путешествия. Володь, как ты съездил? Хорошо. Хорошо, вот все, вот все, что я услышала. Когда я приехала из Крыма, я рассказывала массу впечатлений, а тут просто хорошо, ну и хорошо. Хорошо, значит пока Володи не было, у меня тут пришла посылка из Таиланда, я уже как-то рассказывала по поводу того, что нашлась прекрасная фирма, которая выращивает ну вообще много всяких разных тропических растений, в том числе и папоротники. А вы знаете, что сейчас мы очень активно пополняем свою коллекцию папоротников, потому что уже, конечно, хочется всем что-то интересное и маленькое, и большое, у всех разные какие-то потребности и пожелания. И поэтому вот два раза мы уже получили эту посылку. Значит, что я хочу сказать-то, что, конечно, непросто заказывать где-то за рубежом, непросто, сразу говорю. Потому что, особенно когда заказываешь много растений, а я заказывала первый раз там, допустим, 60 растений, второй раз там 40 растений, и понятно, что что-то приходит не то, что заказывал. Растения идут долго. Вот, значит, я так думаю, что пару дней их готовят к отправке, то есть их уже заворачивают. Вот, мне жалко, что Володя не было в этот момент, мы бы открывали вот эти посылки, я бы вам показала, как это все упаковано, и, соответственно, как оно приходит. Вот, значит, упаковывают эти посылки, упаковывают таким образом. Корневую систему заворачивают в мох, дальше заворачивают растения в целлофановый пакет, дальше заворачивают в белую бумагу, и потом в материал такой утеплитель, ну и все это заматывается скотчем и пишется этикетка. И вот в этом состоянии растения прибывают, значит, я думаю, два дня, а то и три, до того, как их погрузят в самолет, потому что их надо упаковать, отвезти в аэропорт, там таможня, и потом попадают в самолет. Сутки летит в самолете, и через пять дней растения у нас. Если через Голландию, то потом их перегружают на машину и везут машины, в общем, короче, 10 дней точно растения находятся в этом пакете. А тем более такие растения, как папоротники, у которых достаточно листва сочная, и когда большие экземпляры, в общем, иногда приходит неизвестно что. Но тут пришло все более-менее в хорошем состоянии. И я сейчас покажу вам то, что мы заказывали, и что нам пришло, и, соответственно, посмотрите, насколько это вообще интересно, насколько это интересно вам. Понятно, что это не появится в продаже завтра, потому что, в принципе, я могла бы заказать и на продаже эти растения, но дело все в том, что выходят они, в общем, не дешевыми. Вот, например, вот такая адренария, она стоит там 22 доллара. Значит, 22 доллара плюс коэффициент, потому что на все эти дела, на транспортные, на таможню, на все, значит, умножаем на полтора. Да, ну вот, соответственно, это цена, как бы, себестоимость. Поэтому все это недешево, и будем ждать, пока мы сами немножечко их разведем, и уже тогда будем продавать. Ну, давайте тогда уж раз у меня в руках, ой, это самое, это, говорю, дренария, это давали. Раз в руках у меня вот это давали, вот я и тогда продавали немножко расскажу. Мы с вами знаем давали, я много раз ее показывала, это такие пушистые, пушистые корневища, на которых резные листья очень красивые, и, соответственно, ну, они достаточно большие, похоже на такой рассеченный лист, например, морковки. Вот, вот средний лист, ну, мы показывали, да, я не знаю, сейчас у меня вот здесь что-то нигде не висит, я не могу показать, как выглядит та давалия традиционная, которая всю жизнь продавалась. В общем, очень давно она продается, из Голландии приезжает все. И вот посмотрите, какие миниатюрные формы. Лист совершенно другой, он жесткий. У той давали лист, понятно, не совсем мягкий, но и не жесткий. И вот посмотрите на вот эту давалию, какая она симпатичная, миниатюрная. У нее не такие пушистые корневища, но, тем не менее, тоже это будет все вот так в корневищах. Ну, нет, вот даже я смотрю, вот тут вот, наверное, волоски-то какие-то будут. Но все равно это не то, что мы привыкли к тому, что они вот такие прямо пушки-перепушки. Значит, вот такая давалия мелкая. Пришла еще одна давалия. Вот, смотрите, еще мельче. Еще мельче. Вот она. И тоже достаточно жесткий лист. Совершенно это уже другой у нас вид. Это называется, сейчас я вам скажу, как. Термании кэтхенд. Это кошачьи лапки. Вот у нее вот такие утолщенные, утолщенные вот такие корневища. Вот они. И они выглядят действительно, когда она нарастает, как кошачья лапка. Вот у меня одна пришла, между прочим, одна, сейчас я найду ее, одна пришла, листья вай сбросила, где-то она у меня тут есть. И там прямо видно, какое у нее корневище. Вот она. Вот, 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 давай покажем. Вот, смотрите. Вот просто натуральная кошачья лапка. Ну, то, что она сбросила вай, ничего страшного. Вот видите, уже растет новое, вот она, развивается новый лист. И я думаю, что она прекрасно пойдет. Но вот здесь очень хорошо видно, как она устроена. Вот, значит, например, вот такие давалии пришли, миниатюрные. А вот, посмотрите, вот совершенно другая давалия. Она не определена, это СП, пришла без названия вида, просто род давалии. Вот, посмотрите, вот, как устроено, например, вот это растение. Совершенно другое. Тоже не похоже на нашу традиционную давалию. Вот, только что у нее тоже будут такие достаточно опушенные корневища. Но вот совершенно другой лист. А вот сейчас я еще хочу показать тоже давалию, которая не в этот раз пришла из Таиланда, но которую нам привезли. Леша Куприянов привез острова Сулависи. Сейчас я вам ее достану и покажу. Просто уже поскольку мы заговорили, отдавали их. Вот, смотрите, вот тот мелкий лист, который я показывала. И вот какой лист существует еще. И вот такой же вот растет вот здесь опушенное корневище. Вот это тоже папоротник. Хоть мы его и не определяли, но это явно давали. Вот, и, соответственно, просто совершенно других размеров. И, наконец, сейчас покажу вообще гигантскую давалию, тоже привезенную из Азии. Вот, это вообще вот с такими гигантскими ваями. Посмотрите, вот это вот понятно, что пришел-то огрызок. Значит, сначала он был вот с таким одним листом, который еле довезли. Вот, видите, мягчайший лист, нежнейший кружевной. Вот вырос второй лист, но поскольку кусочек еще был маленький, соответственно, лист не развился так, как должен быть в свою полную величину. И вот, наконец, вылез корневище, там наросло уже. И вылез вот новый лист, видите, новая вая. Вот, вот как она выглядит. Я думаю, что мы добьемся того, что, все-таки мы же в теплице, того, что вот эти ваи будут еще больше. Вот, видите, какая красота. Но это мы отвлеклись от этой тайской подставки, поэтому пойдем дальше. Значит, очень мне нравится, такой есть интересный род папоротников, который называется балбитис. Балбитисов тоже очень много разных. Вот, например, начиная вот от таких малышей. Видите, во-первых, такой густо-зеленый цвет. Они очень разные. Вот сейчас я вам покажу, просто совершенно разные. Вот густо такой зеленый цвет, и он нарастает такой большой куртиной. Ну, листик тоже будет побольше. Вот такой. Теперь сейчас покажу балбитисы. Традиционно, как бы, когда говоришь об этом роде, вот обычно вот такие папоротники имеют в виду. Вот как они выглядят. Видите, просто совершенно отличаются друг от друга по своему внешнему виду. Вот, видите, вот такой. Вот. И вот очень красивых тоже вид и сорт. Вот, посмотрите, какие красивые листья. Ну, он, когда пришел, был лучше. Сейчас, конечно, листья немножечко так, что-то подвяло я срезала, что-то опустилось. А вообще, это такой наросший красивый куст. Вот, видите, такой красивый рисунок. Жилки темные, сам лист светлый. Вот такая вот красота. И такая же форма пришла, мелкая, прямо так и называется, нано. Это у нас, знаете, что такое? Это, сейчас, один очки. Это балбитис синуоза, вот карликовая форма, нано. Вот, видите, точно так же, вот так, как будто разрисован кисточкой. Видите, вот такие полоски темные на светлом фоне. И такой замечательный резной лист. Вот. Ну, он тоже такой корневищный. Вот, у него вот видно, да, что растут корневища. Видно, Володь, да? Вот уже новый листик растет. Так что, так что вот так. Так, значит, еще очень интересное, мне понравился папоротник. У нас был только один вид этого папоротника. В свое время я взяла в ботаническом саду. А вот сейчас, ну, какое растение взять? Ну, можно вот это. Вот. Значит, это у нас, знаете, что такое? Это у нас тектария. Тектария, сейчас я скажу, как называется. Тектария хилокарпа. Вот. Вот, просто даже не скажешь, что это папоротник. Вот тебе как кажется? Похоже на папоротник? Я бы даже сказала, что это какое-то аруидное, с пестрым таким листом. А вот то, что вот это торчит, это спороносная вая. То есть, мы знаем, что у папоротников бывает два типа вая, а бывает и три типа вая. Вот. И вот это как раз споронос. Ну, поскольку оно ехало, споронос этот, я не знаю, разовлется или нет, но, по крайней мере, пока торчит вот так. Вот у меня есть на каком-то... А, вот, покажу сейчас вот на другом экземпляре. На другом экземпляре. Вот, смотрите. Вот его споронос. Вот он весь в спорах. Вот. Видите? Ну, растение благополучно доехало. Вот уже тоже дает новость споронос. Вот развивается новость спороносный лист. Надо сказать, что у меня вот это, вот эти растения, которые я сейчас показываю, они у нас уже неделю. Вот. И, в общем, как-то уже более-менее чувствует себя неплохо. Уже все, что смогло упасть, упало. А то, что осталось, то осталось. Значит, пришло много интересных микросорумов. Сейчас я вам их покажу. Начнем с самых больших. Это все разные формы одного и того же вида. Это микросорум пунктатум. И тут всевозможные названия такие. Крыло дракона, усы дракона. Ну, в общем, все, что связано с драконом. Ну, вот, посмотрите. Ну, понятно, что листья пришли немножечко. Вот они у нас повредились за время переезда. Ну, вот, уже идут три новых ваи. И я думаю, что сейчас он быстренько нарастет. И, соответственно, микросорумы растут очень быстро. Поэтому, конечно, мы их разгоним, наделим, и они попадут в продажу. А это что? А, вот еще у нас один микросорум. Ну, тоже что-то связано с драконом. Не помню уже, что-то, какая-то часть дракона. Хвост. Да, может, и хвост, может, и нос, не знаю. Вот, видите, вот как он устроен. И эта форма более мелкая. Вот, так что, вот тоже очень симпатичный, необычный. Честно говоря, я когда увидела этот сайт, и что они там выращивают и продают, я просто не поверила своим глазам, что вообще это есть, и что мы это можем заказать. Но, может быть, люди видят это все, сидят в интернете. Я-то не сижу, поэтому мне было, конечно, очень интересно, и сразу все это захотелось поиметь. Так, а вот это что у нас? А, это тоже у нас. Это тоже у нас какой-то микросорум. Тоже пунктатум, но тоже какая-то часть дракона. Вот, видите, еще мельче. Вот. Вот такой замечательный микросорум. И дальше пойдем, потому что микросорумы на этом не закончили. Теперь вот, посмотрите, вот это называется, наверное, усы дракона, я так полагаю. У меня уже тоже был, я у одной любительницы купила, сейчас я покажу другой вариант. Вот этот, нет, он тоже достаточно жесткий. А у меня он уже такой наросший, и это просто совершенно такое вот кружевное зеленое чудо. Ну вот тоже, видите, как выглядит. Вот это все варианты микросорума. Дело все в том, что вот даже наш обычный микросорум пунктатум, такие листья достаточно прямые, я смотрю, в разных горшках у них концы завиваются как-то по-разному. И поэтому, конечно, наверное, селекционерам было легко вывести вот эти все формы. Так, вот это у нас что такое? Сейчас, а, вот здесь у меня еще есть тоже такие, сейчас я покажу, такие разветвленные концы. Но пока он ехал, это все немножечко как-то мне пришлось обрезать, потому что как раз эти части, они подгнили. Но все равно вот видно, видите, тоже вот. Вот, вот как он устроен, интересно, да? Ну тоже, видите, уже пошел в рост, поэтому будем надеяться, что все будет хорошо. Так, теперь еще хочу, а, ну вот еще какой-то микросорум, еще меньше. Вот он, вот такая вот малявка чудесная. Теперь пришли папоротники, которые любят очень любители наши. Это тоже микросорум. Микросорум, сейчас скажу, как сиамензи. Голубая вот такая вот форма. Папоротники эти растут не на ярком свету, понятно. Они растут в таких немножко затененных местах. И лист у них вот такой иридирующий, голубой, как у нашего, вот этого тайского тоже, по-моему, полиподиум, такой совершенно темно-голубой. Вот вообще у него вот такой темный лист. Вот так тоже вот это растение я давно хотела приобрести. Она тоже корневищная, естественно, и нарастает достаточно хорошо. Так что теперь в коллекции он у нас есть. Значит, поскольку мы выращиваем, ну, с давних времен, мы выращиваем папоротник, который мы называли флебодиум. Наверное, все его представляют. Это такой разветвленный. Здесь у нас, к сожалению, он не висит, он висит там в общей экспозиции. Это такой разветвленный папоротник. И он бывает, вывели голубые формы. Теперь голубые формы вывели самые разные. Володь, вот, кстати, голубая форма его. Вот сейчас я покажу. И мы называли его всегда, сначала называли флебодиум, потом полиподиум, потом опять он перешел. А теперь выделили в какой-то отдельный род и называют его фематосорус. И вот нам пришел тоже, вот видите, вот такой похожий на нашу исходную форму флебодиума, но вот с такими красивыми разветвленными концами. Вот вообще, ну, те, кто у нас бывает в центре, они видят, что у нас флебодиумов этих очень много. Мы их хорошо разогнали. И есть какими-то извилистыми, ваями. Ну, в общем, полно всяких. Вот теперь появится и вот такой новый. Так что ждите, разведем и будем продавать. Тоже очень интересный. Кудрявый, такой кружевной весь. Ну, в общем, я думаю, что когда он нарастет, это будет замечательно просто. Значит, теперь еще дринарии. Вот дринарии лангифолии. У нас они уже были, я сама их привозила из Вьетнама. Тут я заказала еще несколько штук. Думаю, может быть, это какая-то другая форма. Ой, подожди, что я сказала это? Дринария. Ой, не дринария, а пирозия. Господи, у меня уже с головой, конечно, не все в порядке. Вот. Это пирозия. Понятно, что это пирозия лангифолия. Значит, вот она приехала вот в таком виде. И она приехала еще в крестатной форме, что очень, конечно, ценно и интересно. Сейчас я вам ее покажу, потому что все прямо умерли, когда увидели это растение. И все захотели его заказать. Вот смотрите, как это выглядит крестатная форма. Видите? Причем листья миниатюрные, потому что сама пирозия лангифолия. Володя, давай покажем. Вот у нас она какая. Ту, которую я привезла из Вьетнама. Сейчас мы вам покажем длину листа. Это, конечно, потрясающе. Она растет на деревьях. Прямо... Ну, какая здесь, какой больше листа? Ну, давай вот эту покажем. Значит, она растет на деревьях. Прямо ползет. У нее такие тонкие длинные корневища. Вот они, вот корневища. И вот такие листья. Вот посмотрите, посмотрите, какой длины вая. Вот, посмотрите. Вот. Ну, это же необыкновенная вообще вещь. И вот та крестатная форма, она, конечно, потрясающая. Причем, как мне кажется, она такая жизнеспособная. Потому что иногда бывает, что какие-то формы, они очень медленно нарастают. Их невозможно размножить. Но я думаю, что ту мы размножим и успешно будем, соответственно, выставим ее на продажу. Вот видите, какая красота. Ну, вот я думаю, что на сегодня, чтобы не перегружать ваше внимание, мы остановимся на этом. А уже как бы вторую серию нашего обзора сделаем позже. Потому что когда очень много информации, конечно, трудно это все переварить. Вот. И еще поговорим, конечно, об уходе за этими растениями. Потому что многих смущает то, что, ну, наверное, дома это невозможно будет сделать. Значит, папоротники все прекрасно растут дома. И создать для них хорошие условия ничего не стоит. Поэтому всего вам хорошего. Всем здоровья, естественно. И чтобы ваши растения тоже никогда не болели. До свидания.